Всем привет! Меня зовут Дмитрий Роденко, я основатель сообщества SaaS Founders, помогаю фаундерам IT-компаний находить новых крупных клиентов с помощью LinkedIn, Facebook и бизнес-конференций. Меня часто спрашивают, какие бенефиты для IT-бизнеса от платформы LinkedIn в 2020 году. Давайте детально рассмотрим этот вопрос, потому что он не всем очевиден. Первое. Последняя статистика говорит о том, что LinkedIn стремительно растет, то есть количество LinkedIn members на данный момент, по данным Microsoft, составляет более 706 миллионов человек и продолжает расти. Как вы видите, в основном представлены три региона – Азия, Европа, Северная Америка и так далее. Замечу, следующая статистика стоит в том, что порядка 10% этого количества – это decision-makers, в том числе в сфере IT, то есть им нужны сайты, CRM, ERP, интеграции и так далее. Ну, то есть в зависимости от размера бизнеса, у них есть потребность в разработке. Дальше. Сейчас давайте немножко порисуем. Есть такая интересная статистика, что порядка 80% лидов, которые приходят через социальные сети, приходят через LinkedIn. И это важно, потому что, если мы посмотрим на другие методы лидогенерации традиционные, как личные встречи, конференции, все с COVID-ом, они стали меньше проводиться, или они мегрировали в онлайн. Соответственно, часть аудитории не может ездить на конференции, конференции физически нет, и, соответственно, более активно ведет себя в LinkedIn. Дальше. Следующая статистика. Смотрите. 93% по данным самого LinkedIn, который регулярно опрашивается в целевой аудитории, 93% B2B-маркетологов считают LinkedIn самый эффективный сайт с точки зрения лидогенерации. InsideView говорит о том, что LinkedIn генерирует больше лидов для B2B-компаний, чем Facebook, Twitter или Блогин. Мы это уже, в общем-то, видели. Да, значит, что еще из полезного и интересного? 80% LinkedIn-мемберов хотят коннектиться с другими компаниями для того, чтобы улучшить свои решения, которые они принимают, для того, чтобы подобрать новых поставщиков. То есть это бизнес-сеть, которая интенсивно растет, и члены которой активно готовы общаться на предмет совместной работы, поиска поставщиков и так далее. Вот свежие последние данные, которые подтверждают ту идею о том, что LinkedIn помимо количественного роста растет еще и внутри, то есть количество коммуникаций внутри растет. Вот это последние данные из майкрософтовского отчета. Майкрософт купил в свое время LinkedIn, но ни разу об этом не пожалел. То есть, видите, у них вырос доход на 21%, и количество сессий внутри выросло на 26% за год. Ну, то есть COVID, так сказать, то есть они смотрят где-то по полугодию, то есть вот как раз они зацепили первую часть, и, соответственно, народ мигрировал, начинают активно общаться в LinkedIn. Более того, очень важный момент. Дело в том, что для того, чтобы выстроить эффективную лидогенерацию в LinkedIn, вам не нужны бюджеты. То есть если вы хотите привлекать клиентов через Facebook, вам нужен или сильный контент-маркетинг, или деньги, сильный бюджет. Для того, чтобы привлекать клиентов через Google, опять же, вы будете конкурировать на рынке Западной Европы и Соединенных Штатов. Там клик на разработку может стоить, в зависимости от темы, от 40 до 90 долларов. Ну, то есть это приличные бюджеты. В LinkedIn, если вы правильно выбрали целевую аудиторию, оптимизировали свой профиль и даете, правильно с ними общаетесь, то есть у вас интересная, вовлекающая цепочка, вы можете общаться с очень узкой целевой аудиторией, и вам для этого не нужен бюджет. Писать сообщение – это, условно говоря, ваше время. Вам не надо тратить 60-90 долларов за каждое общение. Нет. Выбираете целевую, делаете классный профиль, интересный контент внутри, и вовлекаете линиями общения, выводите их уже, собственно говоря, на интерес, выводите их на покупку. Также интересный момент, что в LinkedIn вы можете общаться с теми, кто принимает решения на том этапе, когда они только формируют еще свою потребность. То есть они говорят, да, нам нужен сайт, нам нужен, например, mobile application, вот, мы еще, да, он точно нам нужен будет в этом году, там, в основном, говорят, в марте. Да, и мы сейчас готовим к нему техническое задание. Мы еще не знаем, что это надо будет и так далее. Можно подсоединиться на раннем этапе и сформировать техническое задание, ну, по сути, максимально подседать. Так, чтобы, с одной стороны, клиенту бы это было максимально полезно, и, с другой стороны, чтобы клиент даже не смотрел в сторону. Вот, чтобы он не ходил по опорку, не говорил, вот, сделайте мне недорогое решение и так далее. То есть вы сразу участвуете в техническом задании, не обязательно это бесплатно, это можно продать как услугу, и потом это дело выполняете. Поэтому LinkedIn позволяет выстроить доверительные отношения на ранних этапах и, по сути, стать доверенным адвайзером, доверенным советником, который будет помогать клиенту в решении всех этих вопросов. Резюмируем. Какие бенефиты для IT-бизнеса от LinkedIn в 2020 году? Профессиональная сеть, где можно выстроить доверительные отношения с узкой целевой аудиторией. Раз. Сеть растет количественно и качественно внутри. Для старта не нужны бюджеты. То есть он достаточно правильно выстроить отношения с узкой целевой, быть им интересными и вовлекать их в общение с собой, делиться своей экспертизой и закрывать их в контракт. Если будут вопросы, готовы ответить. Всем спасибо. Желаю крупных контрактов, успешного общения в LinkedIn и будем на связи. Пока-пока.